Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня, как обычно, по пятницам программа «В доле» посвящена женской доле. И обычно мы в этой программе обсуждаем женщин в бизнесе, долю женщин в бизнесе, женщин, которые изобретают какие-то свои удивительные ноу-хау и начинают продвигать их в мир. Сегодня мы решили пообщаться с необыкновенной женщиной, потому что в чистом виде бизнес-леди она не является. Она как раз представляет собой, вроде бы как бы, на первый взгляд, тот самый удивительный и, с моей точки зрения, к сожалению, уже вымирающий в России вид женщин, которых мы называем домохозяйки. На самом деле, с моей точки зрения, домохозяйка – это самая сложная профессия для женщины в мире, потому что я, например, предпочту провести 12 часов в эфире в прямом, чем без всякой помощи неделю с детьми, хотя я их очень люблю и никому на свете роднее для меня нет. Но всё-таки всё, что касается домашнего хозяйства, быта и прочего-прочего, мне представляется просто немыслимо сложным. И именно сегодня я хочу вам доказать, что это так, что это нормально, что это правильно, и что женщина, которая занимается детьми и домом, может ещё помимо этого заниматься очень большими, серьёзными и важными вещами, потому что у нас в гостях не просто мама троих детей, не просто хозяйка собственного дома и радость своей семьи, но ещё и миссис Москва-2011, королева красоты, модель, лицо многих брендов и меценат и благотворитель Кристина Колганова. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, добро пожаловать. Напомню сразу наши все координаты 65 10 99 и 6. Это московский телефон, код Москва 495 495. Что-то у меня с речью. Просто Кристина затомевает. Спасибо. И финам.фм, наш сайт на просторах интернет, там ищите страничку программы в доле. Ну, на самом деле, вот мне на полном серьёзе кажется, что быть мамой и женой и хозяйкой в своём дому – это самая вообще страшная, сложная профессия, и хоть мы для этого всего созданы, мы, современные женщины, от этого по большей части пытаемся избежать, залить это всё на бабушек, нянь и каких-нибудь домработниц, потому что реально проще банком управлять, чем собственной семьёй. Для вас вот выбор изначально того, что вы будете заниматься домом и детьми – это был осознанный шаг или всё-таки как-то так сложилось? Или муж настоял? А, знаете, это совершенно был неосознанный шаг. Я совершенно не ожидала, что в 21 год я рожу своего первенца. Я, честно говоря, планировала это сделать, ну, лет в 28. А в 28 лет я уже стала многодетной мамой. У меня трое детишек. Все детишки у меня не запланированные, но желанные. Это самое главное. У нас всё шло, как говорится, вот с лёгкой руки. Совершенно случайно я узнавала о беременности. Мы рожали детей. Параллельно мы переезжали со съёмного жилья уже в нынче. В собственный дом. Да, приобретённое. Я занималась благоустройством, строила дом, строила вообще семью, выстраивала ценности. Ваш домашний мир, да. Да, занималась обустройством домашнего очага. И всё это как-то шло вот так вот понакатанно, да, то есть не было такого вот замкнутости. То есть не было ощущения, что вы просто, что вас загнали в эту клетку быта? Совершенно не было, потому что я всегда была мобильна, всегда была доступна, всё время чем-то занималась. Если даже это поначалу не было связано с моей деятельностью, вот, социально-общественно, как сейчас, то это всё равно было связано с домом, и я это с удовольствием делала, с большим, при большим удовольствии. Ну, понимаете, вот кто-то нас слушает, скажет, да, конечно, отлично, это работа, но единственный минус в том, что тебе не платят зарплату, и у тебя нет выходных и отпуска. Ну, это участь, я думаю, участь любой женщины, да, там, прежде всего, это самое главное, реализоваться наше женское назначение как мама, как жена, как хранительница семейного очага, то есть это самое основное направление. А дальше идёт уже всё второстепенно, и вообще человек, он должен быть развит разносторонне, то есть замыкаться в себе и постоянно погрузиться в эту домашнюю атмосферу, и постоянно сидеть с детьми, варить борщи, да, то есть постоянно вот одно и то же, вот это вот с утра встаёшь в памперсы, в обед школа, то-то-то и так далее, да, то есть это, конечно, ужасно. Человек должен быть развит разносторонне, и поэтому женщина непосредственно должна заниматься любимым делом, и должна, если у неё нет такой возможности, не предоставилась, да, она всё-таки должна как-то создать в себе такую атмосферу, чтобы погрузить себя в любимое занятие, и чтобы развивать себя как личность, как творческую личность, вообще как человека, не просто женщина, не просто выполнять в своей сущности первичное, первоначальное предназначение. Ну вот вы когда были маленькой девочкой или там уже школьницей, вы кем мечтали стать? Знаете, вот такой вот прям у меня мечты не было, но, конечно, я, честно говоря, в детстве любила очень наряжаться, из маминых штор шила себе платье. Нормально. Да, за что мне порой влетало от мамы. То есть я хотела себя как-то осуществить, я себя видела в сфере красоты, вот в чём-то таком красивом, женском, в том, что не чуждо любой нормальной женщине. Ну, в общем, да, у вас там экономика и юриспруденция не тянула заниматься. Нет, не тянула, хотя у меня образование высшее МГУ-сервиса, я инженер-эколог на предприятии. Ничего себе. У меня были спецпредметы, это пять химий, гидродинамики, сопроматы, то есть... Как вас туда занесло? Знаете, как-то так получилось, в то время, когда я поступала в учебное заведение, было модный эколог, направление такое. Я поступила, сдала успешно вступительные экзамены, да, то есть и, собственно говоря, училась, да, в этом направлении, но потом уже, когда у меня пошли вот именно спецпредметы, я поняла, что это не моё. Это не моё, вот эти все химии, гидродинамики, сопроматы. Это вообще девушка и сопроматы, это же вещь и совместный. Это технический склад ума, да, нужно иметь. У меня, наверное, всё-таки он больше для гуманитарных раук подходит. А родители кем хотели вас видеть? Вот, ну, говорили, хорошо бы, чтобы ты, деточка, стала вот Кристиночка, там, я не знаю. Нет, родители мне совершенно не навязывали, не навязывали никакую свою точку зрения, то есть куда я хотела, я двигалась в том направлении, я хотела посещать школу музыкальную. Родители меня отдали, когда я ещё была в детском саду, на занятия музыкой, фортепиано, хор, сальфеджио, такие дисциплины. То есть я занималась тем, что им просто нравится. То есть у вас такое нормальное, как в дореволюционной России, академическое образование барышей. Да, и счастливое детство. Музыка, литература, счастливое детство, и в 21 год первенец. Кристина Колганова, миссис Москва-2011 у нас в студии, она бизнес-леди и благотворительница об этом после новостей. Сегодня в Доле с нами Кристина Колганова, миссис Москва-2011, мама троих детей, модель и лицо многих брендов. 65 10 99 6 наш московский телефон, заглядывайте на сайт финам.фм, на страничку в Доле. Ну, вы замуж-то, получается, рано вышли, раз 21 год родили ребёнка. Да, фактически в этом возрасте, да, я и вышла замуж. То есть вы что, такая вот рассудительная, мудрая девушка, которая изначально была заточена на семью традиционной ценности? В наше-то безумное время, когда раньше 30 лет мы вообще даже не задумываемся о том, чем бы заняться вечером, как чем, конечно, в клуб. Нет, знаете, я совершенно об этом не задумывалась, как у всех девушек в этом возрасте мне тоже хотелось ходить на дискотеки, в принципе, что я и делала, да, то есть училась, свободное от учёбы время я тоже работала. Вечером ходила на дискотеки, просто так получилось, что я встретила, ну, тогда это был парень, да, то есть парня, который я действительно полюбила. И у нас было такое просто сумасшедшее знакомство. Мы в первую встречу уехали в Санкт-Петербург. Если интересно, я могу рассказать, как это происходило. Потому что мой вот уже нынешний супруг со мной познакомился, и он предложил встретить меня после школы, после окончания моих лекций. Я ему разрешила, и вот мы сходили в ресторан, потом у меня были какие-то показы, он сходил со мной на показы целый день. То есть вы работали моделью параллельно? Да, я работала моделью в свободное от учёбы время, потому что это как бы не вредило я на дневном, училась моему графику. И он просто преследовал меня в этот день, мы сходили уже и покушали, и в кино. И уже наступил вечер, и он мне говорит, ну что, куда теперь? Я говорю, знаешь, мне вообще-то домой надо. А он мне говорит, а вот я с тобой, хоть на край света, а поехали в Ленинград. Но так как Ленинград, он же Санкт-Петербург по-правильному, и я думала, это название ночного клуба, дискотеки. Я говорю, конечно, поехали в Ленинград. Я думаю, потанцую, смотрю, Ленинградское шоссе, и вот так вот мы доехали до Санкт-Петербурга. Ужас, вам не хотелось выскатить из машины на какой-нибудь цитофоре. Я просто, честно говоря, случайно вот так вот всё это произошло. Я просто растерялась, потому что я думала, что мы поедем действительно в ресторан, либо в ночной клуб потанцевать. И вот вы в Петербурге с малознакомым мужчиной. Да, ну, я его до этого знала, мне рассказывали о нём подружки, да, то есть какие-то общезнакомые у нас были. То есть не совсем чужак. Да, не то, что я тогда первый встречный был, до этого я его ещё разочек видела, он как-то так появлялся на горизонте, но никаких таких знаков внимания не проявлял. И вот мы в Ленинграде, в Санкт-Петербурге пробыли неделю, мы замечательно провели время, мы ходили на все концерты, мы ходили по музеям, мы ходили по ресторанам, и больше я домой не приезжала. То есть вы не расставались с тех пор? Да, и вот я обманула маму, и после рождения двоих детей я маме призналась, что я обманула, просто на тот момент у меня проходила неделя высокой моды, я работала на показах в гостином дворе на неделе высокой моды. То есть вы неделю высокой моды тоже отвергли. Я её пропустила, да, и свой день рождения, неделю высокой моды, и я маме позвонила, думаю, боже мой, мне сейчас мама будет ругать, как я объясню, что с кем я поехала, да, с незнакомым мужчиной. И я маме говорю, мамочка, ты знаешь, неделю высокой моды перенесли в Санкт-Петербург. Представляете, наивная мама, она мне поверила. А мама в другом городе? Нет, мама тоже в Москве, да, но я уже была в Санкт-Петербурге, говорю, мам, перенесли в Санкт-Петербург неделю высокой моды, поэтому я тут работаю. И вот потом уже, когда у меня появился второй ребёнок, я маме созналась, мам, я не на неделю высокой моды в Питер уехала, а вот с Костей, ну, мама меня простила. Слушайте, ну, это удивительная история, конечно. С одной стороны, можно было бы сказать, вот вообще могла влипнуть девочка в какую-нибудь нехорошую какую-то ситуацию, а с другой стороны, судьба её никто не отменял, она тебя может настигнуть и в 20 лет, и в 40, и в 50. Но у вас, я так понимаю, что и у вас началась такая интереснейшая семейная жизнь, дети, благоустройство дома, дом полная чаша, да, то есть, ну, это тот прекрасный случай, когда, да, ты, может быть, устаёшь, ты не спишь ночами, но вокруг тебя всё радует, да, тебя не обламывает бытовуха, что называется, у тебя сохраняются прекрасные отношения с мужем, ты чувствуешь себя женщиной на все 100%. Но мама троих детей идёт на конкурс красоты. Мы в последние, вот, я не могу не коснуться этой истории, да, с коронованными особями, и, в общем, некрасивая история вокруг жены футболиста Жирбова. Да, очень некрасивая. Вот. Вы, кстати, вот вам, вы смотрели с каким, вообще с каким чувством этот сюжет? Вы знаете, я вот как-то так случайно получилось, что увидела этот сюжет, было жутко, вот какой-то такой осадок, да, то есть, вот, как всё это преподносилось, как это всё выглядело, потому что мой конкурс, он совершенно проходил по-другому, ну, вообще даже близко такого не было. Это настолько чистый был конкурс, потому что у нас были девочки-матери, то есть, я в первый раз вообще столкнулась вот с таким отношением, я думала, конкурсы красоты будут какие-то булавки, шпильки, да, то есть, подпиливание каблуков. Ну, я не знаю, может быть, то, что девочки-матери, и у них совершенно другие духовные, нематериальные ценности, всё проходило настолько вот просто благоприятно. Даже была такая ситуация, так как я на конкурс пришла за месяц, наверное, где-то, да, до начала конкурса. А все остальные заразы раньше? Ну, кто-то пораньше, да, то есть, за сколько времени организовывался кастинг, я точно не знаю, но мне это совершенно случайно вышло. Моя подруга, сейчас она уже мне подруга, художница светская, Алиса Бартова, она попросила, в тот момент она меня так хорошо не знала, просто ей понравилась девушка, она попросила нарисовать свой портрет. И когда я приехала забирать свой портрет, она на меня смотрит, ой, говорит, новая миссис Москва. Я говорю, да ладно тебе, ну что ты шутишь? Она говорит, нет, я не шучу, я на этом конкурсе была в 2009 году и заняла гран-при, да, то есть, как бы, я знаю организаторов, давай пойдём на кастинг. Я говорю, нет, ты что, до конкурса месяц я совершенно, ну, не успею подготовиться, и она меня, в принципе, вот, как бы, подбила пройти этот кастинг, и у меня совершенно не было времени. Было 20 ночей и 20 дней на подготовку, и партнер. А что требовалось от вас? А, требовалось, ну... Что нужно было готовить? А, готовила костюмы, да. Помимо этого была социальная активная деятельность, мы встречали детей из детских домов, мы с девчонками ездили на различные мероприятия, на различные выставки, на показы с девчонками с конкурса. И вот детишек из города Мяс, которых мы встречали, мы с ними подружились, мы дружим с ними по сей день, они до двух ночи, финал конкурса затянулся, смотрели у мониторов, болели за меня. И первые, кто меня поздравил, это были они, это были дети. И, в принципе, когда надевали корону, овладевало такое чувство гордостью, что, ребята, я оправдала ваши ожидания, я вас не подвела. И вот что я хотела рассказать, то, что было очень мало времени на подготовку, и за 19 ночей буквально ночами мне шили портные дизайнеры мои наряды, и мне не успели пришить рукава на мое финальное платье. Вот это, которое с Павлово-Пасадских платков? А другое розовое платье, в котором я выходила уже в конце. Нам сказали, что нужно три наряда. У меня было три наряда. И я так переживала, как у меня будут смотреться плечи, и я начала плакать перед конкурсом, расстраиваться. Я жутко растерялась, у меня не готов просто наряд. Мало того, что я худела, потому что был насыщенный график, я, конечно же, переживала и волновалась, и мне приходилось ушивать корсеты постоянно, а это очень нелегко ушить корсет. И когда у меня просто, я смотрю, такая ситуация, мне привозят дизайнер платья, а нет рукавов, я не знаю, что делать, у меня глаза на мокром месте, ко мне подходят девчонки и начинают меня успокаивать конкурентки. Кристинка, да ты тут самая красивая. Ты что, как ты можешь плакать? Тебе нельзя плакать, у тебя будут красные глаза. Это намного серьезнее, чем у тебя нет рукавов. Я все равно расстраиваюсь. Это сильный аргумент. Да, они мне говорят, Кристин, ну у нас вот есть флористическое шоу, давай попросим у них цветов, и сейчас тебе быстренько из цветов рукавчики накрутим. То есть они меня начали поддерживать, или давай, хочешь, я тебе какие-нибудь свои вот элементы шарфика отдам. Девчонки начали просто поддерживать. А за два дня до конкурса у меня был день рождения. Мы с девчонками, мы были на каком-то мероприятии, я привезла тортик, просто отметили, девчонки с чаем в стаканчиках стали и сказали тост, произнесли, мы чокнули с чаем, и они мне пожелали победы. Вот тут я, честно говоря, опешила, когда девочки, мои конкурентки, я их не хочу называть конкурентки, это коллеги, друзья мои, подруги, да, то есть, и они мне пожелали победы, они говорят, Кристина, ты действительно достойная, у тебя трое детей, хорошая фигура, внешность. Это не я себя хвалю, это что мне сказали девочки, да, мне очень приятны эти слова. И ты ведешь социальную работу, ты занимаешься детками, благотворительностью, ты действительно потянешь, да, то есть, как бы эту ношу, этот титул, и ты будешь этим заниматься. Все мы, мы, ну, положим корону, выиграем, да, и мы действительно желаем тебе победы. И девочки действительно желали от чистого сердца искренне мне победы, это было настолько приятно, я даже, я даже не осознавала, что я попала действительно на конкурс красоты, такое ощущение, это конкурс доброты был какой-то вот. А на Миссис Россия вас уже не захотелось? Нет, на Миссис Россия я не пошла, потому что конкурс проводился буквально с интервалом меньше месяца, то есть, это очередная подготовка, и на меня вот резко вот это погрузилось, то, что у меня пошло очень много проектов социальных, благотворительных, творческих, и я решила, что у меня достойный титул, самой красивой мамы столицы, нашей столицы, это звучит гордо, и я не пошла дальше. Слушайте, ну, вот просто, опять же, возвращаясь к этой истории с Миссис Россия 2012, я, честно говоря, как и большинство наших слушателей, имею некий стереотип, да, что королева красоты должна просто красиво ходить и молчать, потому что вот ей точно лучше молчать, чем говорить. В вашем случае получается, что вы получили корону, вы получили какое-то признание, но при этом на вас свалилось огромное количество ответственности и обязанностей, о которых никто не рассказывает после конкурсов красоты. Да, но я им жутко рада и счастлива, что они на меня свалились. Что входило в обязанности, вот вы говорите, благотворительная социальная деятельность, что вам надо было делать? Вы знаете, вот, да, начнем с того, что красота, у кого какое, да, то есть понятие красоты. У меня красота внешняя не может состояться без красоты внутренней. Конкурс не просто мисс, а миссис, мам, то есть красота материнства. Кстати, извините, я вот читала про этот ваш конкурс как раз одиннадцатого года, была поражена, что там вы были не самые многодетные мамы, что в конкурсе участвовали девять человек, у которых по четверо детей, да? Нет, было по трое, одна девочка была, у ней было пятеро детей. Четверо детей не было, у всех было по трое, у девяти конкурсанток, и вот одна девочка, у ней пятеро было детей. Так, и, значит, это уже совсем, ну, получается, что у миссис России немножко другие вообще изначально задачи, да, и ценности. То есть это, ей уже не нужно искать богатого мужа, ей же не нужно бороться за выживание, у нее, в принципе, уже все хорошо, и семья, и дети. Ну, дело не в достатке мужа, то есть ты можешь себя поместить совершенно в разный уровень жизни, в разную атмосферу. Ну, есть же такой стереотип, что вот королева красоты, это человек туда приходит не только за титулом, но и за своим будущим, за удачным, за мужеством, за вниманием мужчины и так далее. Когда ты миссис, тебе уже это все не нужно. Нет, ну, я не знаю, как бы, как это приходит, зачем ты замужем, да, мужа на конкурсе не найдешь, ты просто получаешь титул, это такой своеобразный, я считаю, что титул не то, что одел корону и все, покрасовался разово на сцене, это просто такой вот толчок, это начальный этап, это просто толчок как-то вот, возможность заявить о себе и дальше начать самой двигаться. От того, как будет у тебя дальше все происходить в жизни, это уже твое дело, это уже твои обязанности. Будешь ты заниматься тем, чем занимаюсь я, либо будешь ты вот как Инна Жиркова, да, то есть ничем не заниматься, ну, извините, что я так говорю, да, то есть это уже твое личное, твое внутреннее, как ты будешь реализовываться. Нет, то есть такого какого-то маст вот нету, да, что ты королева красоты, да, мы тебя короновали, мы признали, что ты самая красивая, но ты должна быть еще и самая социально ответственная, да, то есть никто на это вас не сподвигает, никто не сподвигал, но когда я шла... Нет такого контракта, где написано, ты должна, вот столько, столько, столько. Контракта нет, но я когда шла на этот конкурс, я сама осознавала, что у меня должна быть социальная активность, что у меня должно быть движение в жизни, да, и я этого хотела, мне это жутко нравится, да, То есть я знала, на что я иду, то есть как бы в том случае, если я выиграю, то есть первое место, я это предполагала. А как так сложилось, что вообще вы уже, имея трое детей, еще не будучи королевой красоты, при этом активно занимались благотворительной деятельностью? В чем она заключалась? Вы знаете, я занималась немножко по-другому, не как сейчас. Сейчас я могу привлечь людей, то есть как бы сама поехать, общение, донести до детишек что-то. Им же главное не то, что ты им привозишь, то есть вещи, общение, ты должна им показать, что они должны всего в жизни добиваться сами, потому что в 16 лет они будут никому не нужны, их просто выкинуть из детского дома, и они должны как-то становиться сами на ноги. Сегодня в доле Стуты Ларсен Кристина Колганова, королева красоты и очень социально ответственная человек и мама троих детей, которая пошла за короной миссис Москва-2011 для того, чтобы сделать свою благотворительную деятельность более широкомасштабной, публичной и эффективной. И вот пока вы слушали новости, мы с Кристиной как раз обсуждали опять же Жиркову и говорили о том, что в общем нам, ну тут даже вопрос не о том, что непорядочно поступил журналист, или там жалко ее, или наоборот там смешно, что она такая и молодец, что ее в таком свете выставил. Другое дело в том, что это еще одна иллюстрация того, что на конкурсах красоты, чего стоят конкурсы красоты их победительницы. Да, совершенно как бы дело не в том, что да, как вы уже тут сказали, а как выставил журналисты, ну как Инна там, да, то есть себя проявила. А больше всего обидно то, что люди, которые смотрят, обычные люди с голубых экранов, да, то есть они видят подачу конкурсов красоты так, как им приносит это телевидение. И это очень обидно, действительно, то, что репутация у всех конкурсов красоты, да, то есть как бы страдает, и люди порой воспринимают это, ну так, как им преподносят, скажем, по-прямому, да, то есть они так, как это действительно. И на одном примере нельзя выстраивать общую вот эту вот концепцию и равнять всех. Нет, ну во всем мире, по большей части, конечно, на западном цивилизованном конкурс красоты, это не только победа красоты, но еще и интеллект, и самое главное, что действительно потом у королевы огромное количество обязанностей. Она ездит по всему миру с ЮНИСЕФ, она помогает врачам без границ, она сотрудничает с ООН, она там в Красном Кресте, она защищает животных. То есть это реальная красота, спасающая мир, да, то есть еще один способ какой-то привлечь людей к благотворительности, к социальной ответственности и так далее. Что, собственно, в вашем случае произошло? Еще раз поподробнее, когда вы успели вообще еще благотворительностью заниматься, имея троих детей, ведя дом и строя свой собственный дом? Да, вот мы как раз закончили на этой неприятной такой нотке наш разговор. Первый раз я поехала в детский дом, когда у меня появился первенец, это где-то вот в 22 года, да, то есть когда у меня появился первый ребеночек, мальчик, у меня такое вот как-то сложилось, я начала бояться за свою жизнь, честно говоря. Я начала бояться подниматься на подъемнике в гору, да, то есть перед спуском со снабо, да, летать самолетом. Даже супруг какое-то время отправлял нас разными рейсами, если мы летим в одно место. У него тоже появился такой страх, и я задумалась, боже мой, есть дети, которые просто, ну вот если меня не будет, кто позаботится, да, то есть о моем ребенке? Кто там, бабушки, дедушки, это понятно, но они старенькие, а есть дети, у которых вообще никого нет, у ни одного родителя. И вот тогда я посетила первый детский дом, я его выбрала совершенно случайно, он был напротив, у меня родители в Пушкино, живут в Подмосковье, напротив дома моих родителей приют кратковременного приживания, где детишки как бы куда пребывали, да, то есть где их очень ужасно бросали родители, кого обварили кипятком, кому досталось более тяжелое участие. Вот я первый раз поехала туда, и потом ездила туда уже неоднократно. А как у вас хватило души вообще и воли на это, даже не души, а вот просто я, например, не могу. Особенно в дом малютки, когда маленькие дети до 7 лет, я просто, я была там один или два раза, мы ездили в детскую психиатрическую лечебницу в Канадчиковом проезде с подарками тоже, с игрушками и прочее. Я стояла посреди коридора и выла. И мне сказали, что же вы так плачете-то, успокойтесь, суточка, у нас здесь им лучше, чем дома. Вот там Артурчику бабушка молотком все пальцы дома переломала, а у нас его холят и лелеют. У меня просто волосы дыбом от этих историй. Я могу отдать денег, могу купить продукты, игрушки, я не могу приехать сама. Я просто бесполезна. Я там просто рыдаю и все. Вы знаете, такое вот у меня было, немножко такое вот как чувство жалости, да, то есть чувство вот какого-то такого вот, я даже не знаю, как описать это чувство, я не могу подобрать нормального, вот как бы достойного слова, да. То есть это было поначалу, когда у меня не было титула. Сейчас же все буквально поменялось, когда я еду из детского дома. Я еду из реабилитационных центров, дети ДЦП, различные дети. Это мои друзья, это неподопечные, это, как их назвать, это просто мои друзья. В социальных сетях они у меня под статусом записываются, как лучшая подруга меня помечают. И вы знаете, когда ты едешь из такого заведения, из детского дома, вот такое ощущение, что у меня машина просто сияет от улыбки, отчасти. Я осознаю действительно свою реализованность, что я действительно что-то дала. Понимаете, одно дело, одели корону, ты ходишь на светские тусовки, сияешь на обложках, ты такая прекрасная, да, без этого никуда. Но что ты действительно в конце жизненного пути, ты осознаешь, что ты сделала в этой жизни. И когда ты осознаешь, что хотя бы вот ты приехала, там 50 детей, да, там в этом приюте, и что хотя бы одному ребенку ты донесла какие-то жизненные ценности, как надо двигаться, хоть для кого-то ты стала примером, образцом для подражания. Я также привожу различных спортсменов, актеры со мной ездят, тоже мои друзья меня во всем этом поддерживают. И вы знаете, осознавание того, что ребенок после встречи с тобой не пойдет, дети же разные, не купит пачку сигарет, а возьмет эти денюжки, тоже накопит, да, там купит бисер и начнет, допустим, плети браслетики, да, то есть вот мы с детьми там и мастер-классы, и плетем браслеты, и все делаем, прививаем профессию. Одно осознавание вот этого, то, что ты действительно полезна, полезна в этом мире, и хоть одного ребенка, но ты сделаешь счастливым, ты не зря живешь, тебе не зря дана эта корона. Даже вот такое вот просто сравнение банальное, да, там красоваться, ну, в первый год после титула просят выходить на сцену, да, там я еще веду различные мероприятия, как раз вот у нас, я являюсь главой попечительского совета «Созвездие детских талантов», в 21-м у нас будет замечательный концерт, звезды эстрады участвуют совместно с детишками творческого центра «Джельсамина», я всегда веду эти мероприятия. На День матери, вот в прошлом году проводился, для многодетных семей были разданы сертификаты денежные, потом построена детская площадка, кресла для инвалидов, вот как бы все это в благотворительном направлении движется, и вот некоторые просят одеть корону, да, то есть на выступление. Когда ты выходишь на сцену в короне, это одно, когда ты приезжаешь с этой короной в детский дом, ты привозишь свой наряд с конкурса. Фея крестная приехала. Да, приехала фея просто, это такой восторг, и когда ты объясняешь, как дизайнеры пришивали мне вот эти вот камушки, как я бегала за этими Павлово-Пасадскими платками, как мы пришивали этот мех, да, то есть в последний день мне просто не подходил по цвету мех, и я отдала подружке в салон, у ней свой салон, она мне начала его выкрашивать краской для волос, для человеческих волос. Да, потом в результате получился не тот цвет, и соседка мне говорит, у меня есть, Кристин, шуба. Эх, бери мою шубу, говорит, режь. Режь, да, чтобы вот оторочить вот это вот платье, как раз я в этом платье, но оно у меня сейчас символизируется с лошадиной силой, я везде вот на плакатах, на афишах, в рекламе вот шампуня лошадиной силы, хорс-форс в этом наряде, оно так совершенно подходит и к лошадке, да, там у нас была замечательная фотосессия, и вот это осознание совершенно другая корона, совершенно другие ценности, да, то есть не то, что это камни, что-то, а совершенно другое она в себя вкладывает, на значение. То есть эта корона просто, ну, стала таким... Талисманом. Талисманом и пропуском за любую дверь к любому там вообще счастью. Да, это не то, что вот за то, что я наряжалась, меня наградили такой великолепной короной, да, то есть нет. А вы можете, я не знаю, вот теперь взять и прийти к чиновнику какому-нибудь, вот вы слышите о том, что вот нет детской площадки в этом районе, она очень нужна. Раньше, может быть, вы бы постеснялись позвонить там какому-нибудь префекту, а сейчас вот... Знаете, запросто, запросто к префектам Хорошевского района мы приходим. В короне? Не, не в короне, они меня уже знают, нет надобности. Им улицы зреть мою корону, но в принципе помогают. Расскажите, пожалуйста, а как вообще со всей этой вашей бурной деятельностью живёт ваш муж? Он вас на конкурс красоты легко отпустил? Да, знаете, он меня на конкурс красоты отпускал с таким позитивом. Наверное, на конкурсе красоты не столь волновалась я, сколько волновался он. Он периодически, как мне потом сообщили друзья, которые с ним сидели в зале, периодически бегал в джентльменскую комнату и умывал лицо ледяной водой, и вот трясло, он волновался. Периодически он ко мне забегал в гримерку и говорил, ты красивее всех, ты красивее всех. Я говорю, ну ладно тебе, вот тебе надо вот тут локон подправить, вот это вот это сделать. Я говорю, слушай, ну ты уже иди, спокойно сиди, ладно? Мы-то тоже сами разберёмся. Нет, ну супруг, конечно, говорит, я тобой горжусь, да, то есть он тоже вовлечён в мою благотворительную деятельность, он мне помогает тоже как-то, да, там иногда обращаюсь и к супругу за помощью, не только к людям со стороны, да, то есть тоже помогает и поддерживает меня во всём. У вас же наверняка времени-то стало меньше на супруга и на дом, и на семью. Вы знаете, нет, совершенно нет, потому что как-то я вот так вот всё планирую, да, то есть на некоторые мероприятия со мной ездят детишки, вот сейчас на концерт они со мной пойдут. Когда я веду благотворительные мероприятия в армии, меня, кстати, наградил отряд спецназа, «Пересвет» витязь орденом боевых заслуг второй степени. Да вы что! Да, за поддержку нашей армии. Мы с замечательным вот актёром-каскадёром Аликом Гульхановым, он устраивает такие вот как бы в поддержку нашей армии концерты, чтобы ребята не падали духом. Я, ну, своей красотой. Как Марилина Манру. Да, я их тоже вдохновляю. Вот мы с детишками, нас часто приглашают на полигоны, мои дети катаются на БТРах, трогают вот это оружие, но для пацанов это какой вообще респект, да? И даже вот у нас там командир части шутит, так говорит, Кирюха, да у тебя есть собственный БТР, зачем тебе квадроцикл, ты скоро на БТРе будешь ездить в школу? Ну, а в детский дом с собой приходилось брать свои дети? Дети постоянно ездят со мной в детские дома, более того, скажу, накануне, когда они узнают, что я иду в детский дом, они готовят подделки, каркары чересуют, это из смешариков, лепят какие-то вот статуэточки. Идет подарки для детишек. Да, недавно вот мой старший 35 разукрашек на принтере размножил, и детям готовил разукрашки. Делал он это не совсем умело, как бы, да, ну, где-то криво, но ничего, он старался, он 35 разукрашек вот у меня напечатал. А не рано ли ваши дети узнают о том, что существует какая-то другая жизнь? Нет, совершенно не рано. Без папы, мамы и так далее. Это же какая-то мрачная такая тема, может ранить ребенка. Нет, это совершенно не мрачная тема. Я считаю то, что... Чем она мрачная? Это такие же дети, как и вы. У них две руки, две ноги, два глаза, два уха. Чем они отличаются? Тем, что у них нету папы и мамы, им порой некому объяснить какие-то ценности в жизни, некому их направить, как надо двигаться, да, но порой это своеобразная школа выживания, да, как часто происходит, дети из обеспеченных семей ничего зачастую не могут, да, то есть без своих родителей. А эти готовы грызть просто землю, да, то есть они привыкли выживать. Им просто надо дать вот это направление, объяснить, что есть хорошо, что есть плохо. Чем я и пытаюсь как бы заняться, да, что я пытаюсь дать детишкам. И знаете, своих детей я совершенно не балую. Многие думают, что у меня дети ходят в какую-то супер-пупер-школу, да, они у меня ходят в обычную школу, в Митина. Три языка, лыжи. У меня дети полностью заняты. У них с утра до вечера все расписано. Английский, тренировки, хоккей, ОФП, все подготовки, да, то есть делают уроки. В свободное время они ездят со мной, занимаются тоже благотворительными такими поступками. Почему? Они тоже общаются, у них даже есть друзья среди детишек из детских домов. Это наоборот хорошо, что дети в это во все вовлечены, и они понимают то, что откуда все берется, что это не просто папа принес, да, там чемодан с деньгами, образно говоря, ты можешь купить все, что угодно, есть какой-то бюджет. И вот если, допустим, у меня дети идут со мной в магазин, у меня так, так, ты купил себе чупа-чупс, а на выходе уже из магазина он видит, допустим, на кассе киндер. Мама, я хочу киндер. Ну, ты подумай, киндер либо чупа-чупс. Ну, я киндер для Алисы. Ну, выбирай, киндер для сестры, для двухлетней, либо себе чупа-чупс. Ну, ладно, киндер для Алисы. Вы говорите о ценностях, которые вы стараетесь донести до детей в детдоме. А можно обозначить эти ценности? Что именно? Дети, в первую очередь, существует такая проблема, не должны привыкать к еждивению. Знаете, такое поначалу существует. А что нам привезли сразу, да? То есть первый вопрос у детишек, да? То есть они привыкли, то, что привозят, привозят, привозят. Дети должны понимать, что это откуда-то берется, и рано или поздно им придется самим зарабатывать. Что этот бесконечный поток закончится. Да, этот поток закончится. Вы знаете, когда первый раз я привезла детей на арену Матища, на игру с Атлантом, да? То есть ребятки пошли курить, да? То есть я им такой день спорта устроила. Пришел там русский богатырь, он гнул сковородки, показывал о силе, о правильной пользе спорта, да? То есть в нашей жизни. А они курить пошли? А они пошли курить. Я преподавателю говорю, извините, а у вас дети курят? Он говорит, скажите спасибо, что не пьют. И вы знаете, вот с этими детишками, с этими приютами я дружу. Сейчас они совершенно другие. И они говорят, знаете, мы благодарны вам, что вы нас познакомили с актерами, с эскадерами, с ребятами из группы «Любые о ним». Просто вот чисто по-мужски, да, вот такую профилактику доносят до их сознания, то, что они должны трудиться. Дети даже дают расписки в отказе от сигарет. Вот это да. Кристина Колганова с нами. Продолжим вас новостей. Сегодня в доле суты Ларсин Кристина Колганова, которая много лет проработала мамой и хозяйкой своего дома, а потом стала королевой красоты, но не для того, чтобы сниматься для красивых обложек, хотя и не без этого, а для того, чтобы нести людям добро, для того, чтобы помогать детям, и для того, чтобы уже в этом официальном титуле просто делать те добрые дела, которые не получалось делать, будучи просто инкогнито. Напомню вам, у нас телефон 65 10 99 6, код Москва 495, есть сайт финам.фм, страничка программы в доле. Можете какие-то свои высказывать пожелания, впечатления, задавать вопросы Кристине. Слушайте, ну я знаю, что вы еще и как-то думаете о своем собственном бизнесе при этом тоже. Вот эта гостиничка на берегу моря, она есть, она будет? Да, она существует. Мы планируем уже в этом году запустить ее. Она в России? Нет, это в Украине, это такой вот город Бердянск. Курортный город. Да, за Москвой море. У нас туда занесло случайно совершенно. Ну я тоже занималась, как бы вот я как говорила, когда была таким человеком, прям полностью погруженным в семью, то есть не то, что у меня был быт, а я тоже занималась благоустройством этой гостиницы, все закупала, мебель, дизайн делала, то есть как-то все это смотрела, обсуждала, оговаривала. Ну вот, построили. То есть она вот-вот запустится, и вы будете ее управлять? Да, она уже готова. Ну я думаю, вот так вот, чтобы управлять я не буду, потому что это надо там жить. Для этого будут специальные администраторы, да, то есть будет управляющий. Ну как-то вот я внесла свою лепту, то что я просто это построила, да, то есть уже это такой вот как бы, ну, небольшой семейный бизнес. А вообще вот сейчас вот, ну, тоже совместно с супругом, да, то есть я запатентовала свой бренд, Миссис Фёст его назвала. О, отлично. Да, Миссис Фёст, Миссис номер один, то есть как-то, да, вот так вот получилось. И это будет производство, вот уже сейчас отшита первая партия, это будет массовое производство в больших количествах, в больших размерах для женщин, для обычных женщин, для мамочек. Что же мы все, гламуре, да, гламуре, это же одежда для беременных, пожалуйста. Ну как же, вообще, это катастрофа просто. В Москве не во что одеться. Даже в Москве, а уж в регионах вообще не знаю, как женщины выходят из ситуации. Это точно, и поэтому вот у меня такая вот одежда будет, да, то есть она будет красивая, украшенная стразами Сваровски, но для женщины, которая не имея большого достатка, она сможет себе это позволить, для женщин, которые ездят на метро, на трамваях, в общественном транспорте. Для всех нормальных женщин, которым не чуждо желание быть красивой, которые хотят за нормальную цену как бы одеваться, да, и не могут позволить себе что-то от кутюр, там, дорогие бутики. Ну, смотрите, вы, в общем, уже так вполне созрели для того, чтобы какой-то собственный бизнес вести, а не хочется, например, пойти еще образование какое-нибудь получить бизнесовое. Или как-то это все есть кому помочь, и пусть строят бизнес специалисты, а мы займемся отделкой. Нет, вы знаете, это тоже такая моя лепта, да, то есть так как свой дом я отделывала сама, да, то есть как бы не лишена чувства какого-то вкуса, может быть, да, и очень здорово получалось все, и поэтому у нас не было надобности нанимать для этого дела дизайна, тем более, когда ты делаешь сама, ты знаешь каждый уголок, все это делается от души, и очень здорово, ты вкладываешь душу, все получается действительно по-теплому и по-уютному, главное, уют. А что касаемо бизнеса, вы знаете, я сейчас себя реализовываю в различных социальных программах, я поддерживаю не только детские дома, я поддерживаю разные социальные проекты, касаемые пропаганды здоровья, красоты, здоровой красоты прежде всего. Вот сейчас вот я была лицом фестиваля «Здоровье семьи материнства», второй фестиваль «Весна», вот он проходил 13-14 числа в Амберплазе, тоже были представлены различные инновационные технологии в этой сфере, были предоставлены людям, обычным людям, бесплатные консультации, консультации врачей, да, то есть какие-то разовые семинары, люди могли узнать правильно, как худеть, да, то есть как правильно относиться к своему здоровью, то есть различные вот эти программы, проекты я поддерживаю, во многих участвую. Вот эта вот социальная сфера, она мне как-то более интересна, нежели вот главой какого-то частного бизнеса становиться, скажу честно. Это как-то замыкает в одном, да, тут вот это все разностороннее, ты постоянно крутишься, общаешься, вертишься в этом, новые встречи, новые знакомства с интересными людьми. Конечно, вот эта социальная сфера, она меня больше прельщает. Но, с другой стороны, если ее еще объединить с бизнесом, то можно было бы... Да, было бы неплохо. Не, ну, в принципе, уже, да, то есть вот марка одежды, да, то есть уже как-то так что-то намечается. Откуда столько сил и энергии? Вы же должны страшно уставать. Вы знаете, наверное, когда у тебя трое детей, об усталости речи не идет. Это, я не знаю, с 21 года, я просто настолько закалена, 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 да, извините, уже язык заплетается, и просто настолько я привыкла к бессонным ночам, что три часа для меня спать это нормальное явление. Сегодня я выспался, поспала шесть часов, вчера я спала четыре часа. То есть это нормальное явление, вы знаете, как говорится. А говорят, что для красоты надо много спать. Ну, спать хорошо, но когда ты тоже... А вы опровергаете эту теорию. Нет, ну, знаете, когда ты тоже такая заспанная, вот это вот лень, я ужасно ненавижу это состояние. Ну, можно выбрать денек поспать, да, там, но уже к концу этого дня ты чувствуешь, боже мой, ничего сегодня не сделала, я вообще никак не реализовалась, я не сделала ничего для общества полезного, для себя полезного, да, целый день проспала, просто потеряла, потеряла эту жизнь на один день. Совершенно это не так. Хочется, мне кажется, красота исходит изнутри, да, то есть такая своеобразная гармония внутреннего и внешнего мира, когда тебя всё устраивает, то, что внутри тебя, и то, что тебя окружает снаружи, ты красив и реализован, всё у тебя получается так, как надо. Есть ещё такое мнение, что вот когда благотворительность совмещается с гламуром, то она перестаёт, собственно, приносить какую-то реальную пользу, что вот сейчас очень модно заниматься благотворительностью, все занимаются благотворительностью, все об этом кричат на всех углах, а реальной пользы от этого всего не так много, то есть люди просто так пиарятся за счёт своих как бы псевдо-добрых дел. Нет, вы знаете, я поэтому не хочу не открывать никакой фон, да, я совершенно не хочу отношения иметь с деньгами, с какими-то переводами, всё вот это для меня какое-то табу. Всё личным участием? Да, всё личным участием. Во все эти поездки, акции и прочее, прочее, вы во всё это влезаете сама лично, вы везде сама присутствуете? Обязательно, а как же? Это непосредственно, это непосредственно общение со мной, я только сама присутствую, я не только какие-то концерты, праздники детям организовываю, привожу их, если я их привожу, то я там присутствую, это же моя ответственность. А что касаемо, когда мы едем в детские дома, у меня очень много партнёров, это мои друзья. Всё, что я рекламирую, да, там, если у нас для рекламы роял пряник, это царский пряник, мне с удовольствием дают вот детям, вот я им потом покажу фотографии, такие вот огромные пряники, которые делаются руками, вручную расписываются. Это пряники, там, они могут быть до полметра, достигать вот такие огромные, вкусные, ароматные пряники, красивые. Мне с удовольствием дают лошадиные силы, шампуни детям, да, то есть они привозят детские шампуни, пони, много чего, вот как бы в чём ты участвуешь, в каких рекламных проектах, люди откликаются, причём я их не прошу, они сами, сами заявляют желание как-то помогать детям, и это на самом деле очень здорово. Ну, а вот смотрите, тоже вот в пандам к моему вопросу, Владимир, нет, Сергей пишет, что вот, я ничего не имею против конкурсов и титулов, но сколько денег на всё это было потрачено, сколько стоит эта корона, вот ваши детей катают на БТРах, а у меня знакомые живут во Владимире, им выплачивается 450 рублей в месяц на ребёнка, а детей четверо, может, лучше было бы все эти деньги, на которые устраивают конкурсы красоты, раздать нуждающимся? А вы знаете, я не знаю, на какие деньги устраивает конкурс красоты, то есть у нас была бумажка, которую мы подписывали, но я скажу чисто, вот как есть, то есть честно, мы вносили по 50 тысяч рублей. То есть вы сами переплачивали за свои? Нет, мы платили 50 тысяч рублей, там вот на всю организацию, мы подписывали такой договор, там на съёмку, на репетиции с нами, то есть как бы на все вот эти вот массовые... Активности. Да, активности, это же надо за чьи-то счёт, видимо, организаторам устроить, да, то есть как там это происходит дальше кухни, я не знаю, это вот как бы такие вот затраты, да, то, что на конкурс были то, у нас некоторые девочки, которые были из многодетных семей, ну, действительно тяжело с деньгами, да, то есть организаторы шли на уступки, как-то делали какие-то поблажки в этом, да, то есть... Ну, это просто вопрос из той же серии, что вот вы здесь как бы так всё красиво устраиваете, у вас там в подмосковных детдомах и ваши дети в порядке, а вот всё равно в России всё, в общем, плохо. Вы знаете, да, к сожалению, я не могу объять всю Россию, я буду очень стараться к этому стремиться, но как-то я выбрала направление дети уже, вот, ну, этим я занимаюсь. Вот, опять же, вот эти обвинения в том, что публичные люди пиарятся за счёт благотворительности, как вы думаете, это в любом случае на пользу идёт обществу, что пусть даже если они и пиарятся, всё равно это как-то привлекает общественное внимание к благотворительности, или всё-таки они неправильно поступают? Вы знаете, я не хочу никого обвинять, судить, да, то есть я могу рассказать, как это делается у меня, да, то есть как бы когда я приезжаю в детский дом, у меня нет в этом никакого пиара совершенно, да. Ну да, вы же не ввозите с собой телевидение. Я же не вожу с собой телевидение, мы это делаем, да, то есть иногда где-то, может быть, кто-то выставит у себя на сайте, кто там присутствовал, да, то есть я даже совершенно не знаю, если это как-то куда-то попадает как-то, да, то есть на сайте у себя, да, там я могу это на страничке в Фейсбуке, образно говоря, разместить фотографии, как такое вот тёплое, доброе воспоминание, берите пример, да, там мои друзья в социальных сетях, и всё, не более. Я считаю, что когда ты делаешь добрый поступок, ты ничего, ты должен делать это от души, как, знаете, говорят, ну, как Иисус, да, то есть нам заведал то, что мы, мы не живём и делаем добрые поступки ради того, чтобы получить спасение, а мы спасены ради того, чтобы делать добрые поступки. Так будьте любезны, вот у меня как-то такой критерий, да, то есть как бы я делаю добрые поступки, вода, что ты получаешь какие-то позитивные эмоции, действительно вот что максимальное, да, и то осознание, что ты принесла действительно счастье этим детям, и ты действительно не зря живёшь. Вот у меня вот такой вот как бы принцип, да, и такие ассоциации с благотворительностью, с добрыми поступками. Ну да, просто когда ты смотришь на себя в зеркало и говоришь себе, ну ты молодец. Да. Сегодня ты молодец. Да, сегодня ты молодец. Ты можешь сегодня спокойно спать, ты что-то сделал. И в принципе, мне кажется, что даже я отвечаю для себя на этот вопрос. Хорошо, пусть пиарятся за счёт благотворительности, пусть благотворительность станет модной, пусть все, все наши звёзды, глянцевые, гламурные, пусть они все кричат о том, что они благотворители. Это лучше так. Лучше пусть они пиарят это, чем какую-нибудь нетрадиционную любовь. Не, ну это да, прости господи. Посмотрите, что у нас по телевидению, да, то есть как бы в массы выдаётся убийства, кто что за сколько себе сделал, где что, кто накачал, в каком месте. Чур меня. Да. Ирина спрашивает, вы хотите, чтобы ваша дочь выросла, участвовала в конкурсе красоты? Знаете, я не вправе решать за свою дочь, да, то есть я хочу, чтобы она прежде всего реализовалась, стала хорошим человеком, хорошей мамой и была в первую очередь счастлива. Уж в чём ей принесёт счастье, это решит она сама. Чего вам сейчас не хватает ещё для полного счастья и для того, чтобы каждый день говорить себе, ты молодец? Может, ещё пару детишек? Нет, нет, пара детишек это точно нет, потому что родить, выносить это самое простое, что в принципе, да, то есть есть, дальше начинается такая ответственность, их надо вырастить. Вырастить, чтобы они стали хорошими людьми, дать образование и вложить это самой, это усилие, да, то есть приложить к этому усилию, а не так, чтобы их воспитывали постоянно няни, да, то есть непосредственно нужно твоё участие. Трое детей, это не так легко, да, то есть когда их там пятеро, пару ещё, да, то есть это совершенно другое дело. Это тяжело уделить уже питерам внимания. Тогда чего не хватает? Или всё правильно? Чего не хватает? Знаете, я считаю, вот всё вот идёт, вот так вот, как идёт, и в принципе утро у меня начинается, вот сегодня начался, посмотрела, просто в окошко светит солнышко, как здорово, я ехала сюда, у меня в спину светило солнышко, вообще удачный день, я отправила смс-ки друзьям, пожелала, чтобы им улыбалось солнышко, мне ответили так же. Взаимностью. Да, ты сама лучик, солнышко, как здорово, спасибо, что такие замечательные слова, и у меня день зарядился позитивом. Я очень надеюсь, что вы тоже, уважаемые слушатели, зарядились позитивом от нашей замечательной гости Кристины Колгановой.